Добрый день, уважаемые читатели! Я приветствую вас на канале Клуб Друзей Белинки. И сегодня я хотела бы вас познакомить с некоторыми документами, представленными на выставке «Физик, ставший химиком», академик Николай Николаевич Семёнов. В этом году, в 2021-м, мы вспоминаем сразу несколько юбилейных дат, относящихся к жизни научной и творческой Николая Николаевича Семёнова. 125 лет со дня рождения, 65 лет со дня вручения ему Нобелевской премии. Отмечу, что это единственная Нобелевская премия в данной отрасли в России. И 35 лет со дня смерти. Вообще Николай Николаевич Семёнов — личность удивительная, уникальная, но мало кто знает об этом человеке, особенно те, кто далёк от науки, от естественно-научных дисциплин. Ученик ИОФ, друг Ландау и Капицы. В 35 лет он создал Институт физической химии. Николай Николаевич внёс неоценимый вклад в такую отрасль науки, как физико-химия. Собственно, именно он стал основоположником данной научной дисциплины — симбиоза физики, химии и биологии. То есть это исследование химических процессов физическими методами. И, как я уже сказала, в 1931 году, в возрасте 35 лет, им был создан Институт физической химии Академии наук СССР. Прежде чем мы перейдём именно к документам из фонда библиотеки, представленных на этой выставке, я бы хотела несколько слов ещё подробнее остановиться на жизни, на биографии этого учёного. Он родился 15 апреля 1896 года в Саратове в семье военного. Вскоре семья переезжает в Самару. И Николай Николаевич начинает посещать реальное училище, которое он заканчивает в 1913 году. Собственно, как рассказывал сам Николай Николаевич, на одном из семинаров в МГУ, где он заведовал созданной им кафедрой химической кинетики, он вспоминал, когда он поставил свой первый опыт химический. В детстве он узнал из книг, что обычная поваренная соль образована активным металлом натрием и давидым газом хлором. Это его очень заинтересовало. И когда появилась возможность проверить этот факт на практике, он сжёг кусочек натрия в колбе с хлором. После завершения бурной реакции горения на стенках сосуда сел белый порошок. Николай соскрёб этот налёт, посыпал им кусочек чёрного хлеба и съел. Он сказал, что был очень доволен этим экспериментом. Дома он часто ставил химические опыты, которые порой кончевались взрывами. Собственно, тема взрывов станет в будущем и одним из направлений в его научных изысканиях. После реального училища он поступает на физико-математические факультеты Петроградского университета. В 1917 году он оканчивает его с «Отличием». Учась на втором курсе, он уже тогда начинает заниматься научными изысканиями. Его научным руководителем, научным старшим другом становится Абрам Фёдорович Иоффе. Собственно, именно тогда будущий академик Семёнов начинает писать свои первые статьи и ставить первые серьёзные опыты. Конечно же, события 1917 года и февральский переворот, и Октябрьская революция, и Гражданская война тоже внесли свои изменения в его жизнь. Но как только стала возможность вернуться к научной деятельности, Николай Николаевич возвращается к ней. Он продолжает свои опыты, свои исследования. И в 1929 году он становится член-корреспондентом Академии наук СССР. А, как я уже говорила, в 1931 году он возглавляет созданный по его инициативе Институт физической химии Академии наук СССР. Он очень интересно вспоминает о том, как создавался Институт. В 1931 году был создан под моим руководством новый институт, и я смог его целиком укомплектовать своими учениками. Странно подумать, что в 1920 году, получив приказ организовать лабораторию в физико-техническом институте, я был один. А всего через 10 лет, в 1931 году, у меня уже был коллектив из 50 подготовленных мною хороших, активных учёных. Как говорил сам Николай Николаевич, не стоит думать, что научные руководители того времени, молодые учёные, которым было 30-35 лет, самому Николаю Николаевичу было 35, что это были ещё не состоявшиеся в науке деятели. Наоборот, в то время эти молодые учёные занимались теми изысканиями, теми исследованиями, которые находили отклик у их коллег за рубежом. Тогда шёл активный, несмотря на все политические события, обмен знаниями. В СССР активно переводились и печатались труды зарубежных учёных. И, в свою очередь, иностранные коллеги активно использовали в своих работах материалы наших следователей. И поэтому те молодые учёные, активные, горящие, заинтересованные, как раз и открывали новые направления в науке, открывали свои научные школы. В это же время, когда Николай Николаевич становится сначала член-корреспондентом, в 1932 году его избирают академиком, он занимался исследованием цепных реакций. Как он сам заметил в своих исследованиях, фактически ход реакций зависит от внешних ограничений, например, от сосудов, в которых происходит реакция. И число свободных радикалов растёт в зависимости от сосудов, в котором проходит реакция. И, собственно, частенько это может привести к взрыву. И в 1926 году двое студентов Николая Николаевича наблюдали этот процесс, процесс именно взрыва. Сначала процесс реакции, потом процесс взрыва. И они заметили, что реакция шла не так, как был описан традиционный ход реакции в соответствии с химической кинетикой того времени. Собственно, ещё два года Николай Николаевич занимается исследованием этих процессов, этих химических реакций. И вместе с ним этим же процессом занимается английский учёный Сирил Хеншелвуд. В 1934 году Семенов опубликовал свою монографию «Химическая кинетика и цепные реакции». Собственно, именно в этой монографии он доказал, что многие химические реакции, включая реакцию полимеризации, осуществляются с помощью механизма цепной и разлетлённой реакции. В 1954 году была опубликована его книга «Некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности», в которой учёный обобщал результаты открытий, сделанных им за эти годы работы над своей теорией. Собственно, за эти открытия в 1956 году Семёнов и получает Нобелевскую премию по химии совместно как раз с своим британским коллегом Сирилом Хеншелвудом. Собственно, премия звучит так — «За исследования в области механизма химических реакций». Интересно, что в своей Нобелевской лекции Николай Николаевич говорит не только о своей работе, о своих исследованиях, он говорит о важности объединения учёных всего мира, объединения усилий, о совместных исследованиях, совместных проектах, которые помогли бы в будущем, которые могут быть в будущем направлены на мир, на благоустройство для человека. И интересно, что вот уже сейчас, в XXI веке, мы наблюдаем этот процесс, когда учёные из разных стран объединяют свои усилия и имеют место междисциплинарные исследования, имеют место совместные научные проекты. Во время войны Николай Николаевич занимается исследованиями, связанными с горениями и взрывами, и тогда же его институт начинает работать над атомным проектом. Николай Николаевич публикует не только работы научного плана, он также пишет научно-опулярные книги для детей, для юношества. Например, в фонде Белинки есть книга «Неведомая на вашу долю». Это как раз книга для детей и юношества. Издана она в 1974 году в издательстве «Педагогика» совместно с его коллегой, академиком Петряновым. И интересно, что два специалиста в своих областях рассказывают не только научные теории, не только фундаментальную науку, простым, понятным, доступным для детей языком, но и учат ставить вопросы, учат сомневаться. Потому что, как говорил сам Николай Николаевич, наука начинается там, где заканчивается всё известное и изученное. И, наверное, такая книга для детей и юношества очень полезна, потому что именно пытливый ум ребёнка, пытливый ум подростка, задавая вопрос «А почему так?», пытается узнать что-то новое. И, собственно, как я уже говорила, свои первые опыты Николай Николаевич ставил как раз в подростковом возрасте. И ставил он уже известный опыт, но он проверил его самостоятельно. И это тоже очень важно. Также в нашей выставке представлены не только книги, но и журналы из фонда библиотеки. Например, журнал «Наука и жизнь». И представлена статья «Мы пока не знамениты». Оказывается, ещё в 1921 году Николай Николаевич Семёнов вместе с своим другом Петром Леонидовичем Капицей пришли к известному художнику Кустодиеву и заказали свой портрет. Как они сами сказали художнику, мы пока не знамениты, но обязательно будем знаменитыми. А мы знаем, что вы пишете знаменитых людей, поэтому напишите, пожалуйста, наш портрет. Собственно, к вопросу о знаменитых людях именно тогда Кустодиев работал над портретом Шаляпина. Собственно, работа велась параллельно, и в мастерской художника стояли два портрета. Объединённый портрет Семёновой и Капицы и портрет Шаляпина. И даже известен случай из воспоминаний Шаляпина. Так как он приходил в мастерскую Кустодиеву, регулярно видел портрет двух учёных, как-то однажды встретил одного из учёных на улице, пришёл в мастерскую художнику и говорит, «Видел сейчас человека на улице, лицо знакомое, а где видел? Вспомнить не могу». И художник, кивая на портрет учёных, говорит, «Может, эти?» И Шаляпин говорит, «О, точно, этот». Вот такой интересный случай оставил в своих воспоминаниях сам Шаляпин. Собственно, на портрете изображены ещё молодые Капица и Семёнов. Один из них с курительной трубкой, а другой Семёнов как раз с рентгеновской трубкой. Именно тогда они с этой трубкой проводили свои исследования. Если посмотреть на этот портрет, мы видим двух молодых людей, которые что-то увлечённо обсуждают и как будто приглашают своего зрителя принять участие в их разговоре. Они молоды, они полны надежд. И вот ощущение, что как будто они предчувствуют те великие задачи, те научные замыслы, которые они совсем скоро начнут осуществлять и уже осуществляют. Не менее интересный факт в воспоминаниях самого Кустодиева. Какой же была плата за портрет? Собственно, в этом же 1921 году будущие нобелевские лауреаты чинили мельницу. Мельнику. И в качестве гонорара получили два мешка муки и петуха. Собственно, один мешок муки и петуха они отдали художнику за портрет. Для того времени это была поистине царская оплата. И, собственно, эти же два ученых стали героем не только своего объединенного портрета, но и картины, написанные в том же 1921 году. Праздник в честь второго конгресса Коминтерна на площади Урицкого. Собственно, если мы посмотрим внимательно на эту работу, мы также увидим на переднем плане двух ученых, несколько в ином виде изображенных. Но здесь сам автор статьи Юрий Лебедев проводит параллель с героями произведения Булгакова «Мастер и Маргарита» с Воландом и Коровьевым. Собственно, если вам интересно, в чем же это параллель, вы можете познакомиться с статьей в журнале «Наука и жизнь». И еще одна не менее интересная статья в журнале «Химия и жизнь» 2006 год, номер 4. Вообще Николай Николаевич был одним из основателей этого ежемесячного научно-мопулярного журнала. И в 2006 году была опубликована статья дочери Николая Николаевича Людмилы. И дочь рассказывает такой интересный факт из жизни своих родителей, что в 1926 году Николай Николаевич должен был ехать в командировку в Европу, он должен был посетить несколько стран, в частности Англию, Францию и Германию. И Николай Николаевич очень хотел, чтобы с ним поехала его супруга Наталья Николаевна, но жене было отказано в этой поездке. И, собственно, Николай Николаевич писал письмо в коллегию научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства, где как раз аргументировал, почему же его супруга Наталья Николаевна должна поехать вместе с ним. И, наверное, вам всем интересно, какие же аргументы приводил ученый. И что лично меня поразило, один из первых аргументов — это то, что на протяжении достаточно долгого периода времени Николай Николаевич напряженно и платворно работал, работал по 12 часов и очень редко бывал дома и очень редко видел свою супругу. И, собственно, на протяжении столь долгой командировки он бы имел возможность видеть и общаться со своей супругой гораздо чаще. Собственно, он не скрывал того, что эту научную командировку он воспринимает не только как деловую поездку, как посещение научных лабораторий, но и как отдых. И, собственно, этот отдых он бы хотел разделить вместе со своей супругой. Но кроме того, что отдых вместе с супругой, Николай Николаевич пишет как раз в письме в коллегию о том, что его супруга, в отличие от него самого, хорошо владеет иностранными языками, в частности, английским, французским и немецким. И его супруга могла бы как организовать всю его повседневную жизнь в этих странах, так и быть его секретарем. Она помогала Николаю Николаевичу в его научной деятельности, неплохо разбиралась в физике, знала научные термины. И, собственно, могла бы корректировать его научные выступления, его семинары на кафедрах, а также быть его переводчиком во время деловых бесед. И, как я уже сказала, зная терминологию, она бы могла исполнять обязанности секретаря. И всё это подробно в письме Николай Николаевич описывает. И что вы думали, такое разрешение он получает. И вместе с супругой они едут в эту деловую поездку, замещённую с отдыха. Интересный тоже факт этой поездки, что он встречается со своим другом Капицей. Они проводят какое-то время вместе. И после этой поездки как раз происходит свадьба Капицы с его супругой. И в письме Пётр Леонидович пишет родителям. А всё Семёновы — это они виноваты. И в журнале «Химия и жизнь» представлена фотография как Николая Николаевича и его супруги, так и двух подруг, ещё юных совсем девушек, супруг Семёнова и Капицы, супруг двух будущих нобелевских лауреатов. Вообще свою семью Николай Николаевич очень любил. И сохранились воспоминания его внука, также учёного, о том, что несмотря на большой объём работы, он пишет, вспоминает, что деда Коля работал много, работал и выходные. Но именно выходные, за обедом и ужином, семья собиралась вместе. Дед не обладал музыкальным слухом, но очень любил петь песни, в частности, «Ах, Самара, городок». Скорее всего, это было навеяно юностью, где, как я уже говорила, Николай Николаевич жил с семьёй, где он учился в реальном училище. Все эти документы, все эти книги, большая часть которых является прижизненными изданиями, открыты для вас в профессорском зале библиотеки. Профессорский зал расположен на третьем этаже основного здания библиотеки. И выставка работает для вас до конца мая.